Вы сказали, что все это произошло благодаря Рейгану, я абсолютно с вами согласна. Так вот, есть ли на Западе новый Рейган? Я как раз сегодня говорила в коде доступа, что, с моей точки зрения, если Запад хочет выжить, он должен затеять новую гонку вооружений и сделать такое оружие, которое и совладает с путинской атомной угрозой, и которое, в общем, в сущности, повторит то, что сделал Рейган. Юлия, забудьте про путинскую ядерную угрозу. Ее нет так же, как путинской армии. Путин двинул на Украину лучшие части и соединения, лучшую технику. Он собрал тут около 200 тысяч солдат и офицеров, и генералов под границей Украины к 24 февраля. Собрал отборную технику и бросил все это на Украину в расчете покорить ее за несколько дней. Посмотрите на эту груду металлолома, которая лежит по украинским полям и лесам. Посмотрите на около 22 тысячи трупов русских солдат, на тысячи пленных, на десятки тысяч покалеченных и раненых. Ну, и что? Мы увидели, что не только мы увидели, американцы увидели, Запад весь увидел, что российская армия – это блеф. Ее давно разворовали бессовестнейшим образом. Путину, конечно, докладывали, что все супер. Армии нет. Это сброд больных и нищих. Это неподготовленный личный состав. Это отвратительный генералитет. Это отсутствие всякой логистики. Мы видели эти сухие пайки, просроченные уже 350 лет назад у солдат. Мы видели эти броники, в которых вместо титановых металлических пластин картон. Мы это все видели. Видим. Поэтому говорить о каких-то ядерных кнопках – там все фейк. Если только его руки потянутся к ядерной кнопке, американцы его и высушат. Не буду слова говорить. Накроют так, что никто голову не подымет. Он это хорошо знает. Поэтому он к ядерной кнопке и не потянется. Отобьют руки и голову сразу.